и всем привет дорогие друзья и подписчики и зрители моего меня зовут александр я продолжаю играть в он exiles и сегодня мы пойдем за рабами хорошими рабами начнем конечно же с надсмотрщиком даже мастер надсмотрщик короче вы поняли начнем с него сгонял до базы сделал улучшенные инструменты экипировался тем что у меня здесь есть и погнали сейчас мой путь лежит по опять ты что ли а нет это простой здесь тогда этот зараженный появился это простой он видать с шансом каким-то появляется здесь но бог в общем мой путь лежит как я уже в прошлой серии рассказывал вот сюда там еще одна деревья хижина наездника маунтов прикольно еще одна деревня собственно туда мы и направляемся такую кибитку там строить не буду хижину а отсюда сюда будем перетаскивать надеюсь у меня вот это хверовок мне хватит 1200 и здесь у нас еще по 600 600 да вот их две штуки все намаз ну посмотрим что из этого выйдет а сейчас погнали кстати да сделал я себе кирка топор наконец-то это теперь просто кайф когда у тебя один инструмент один за два и это прям вообще что-то с чем-то то есть ты можешь спокойно лутать кстати обожаю в этой игре то что можно подойти и вот так допустим три ресурса зараза лутать будем кайф сколько здесь металла офигеть топ знал топ знал что здесь у нас металл так металлу ну почти угадал прикольно в общем кирка топор кайф ты теперь можешь лутать все что угодно допустим он дерево сразу же получается дерево ветки кара смола то есть ты лутаешь как двумя одновременно это кайф это кайф это однозначный кайф для хмах помахал немного киркой уже залутался инвентарь себе захламил я так сказал инвентарь но штука клевая я ее всегда обожаю делать это прям как минимум кайф то что ты себе освобождаешь руки точнее дополнительный слот освобождаешь от кирки либо топора ну либо как у меня был до этого я их держал в инверторе то здесь вот и мне приходилось перекидывать когда нужен был топор неудобно а так он подошел и все и не паришься чем лутать киркой или топором кору добыть или дерево добыть ты добываешь все и сразу так мне вдоль реки нет но может так сказать и вдоль реки вот здесь подняться и туда пройтись там еще сложнее локация тем чем в асгарде есть я не ошибаюсь но надеюсь все будет хорошо очень надеюсь что будет все хорошо кстати надо будет обязательно в одной из ближайших серий сходить то есть картографом пройтись по всем меткам благо есть карты на которых и ресурсы и вот это вот и все есть в общем сходить всем меткам и посмотреть то есть изучить картограф во первых создать картограф во вторых и пройтись по всем меткам чтобы сделать телепорт я не помню как он работает прям реально я не помню картограф работает но это обязательно изучим изучим в ближайших сериях потому что эта штука нужна есть я не ошибаюсь то вот сюда куда то есть телепорт ну точно знаю что где-то вот здесь вот и телепорт идет а дальше уже будем смотреть то есть как вы понимаете что телепортироваться много будет удобнее с помощью картографов вот как они работают я вообще прям не помню прям я ими пользовался в основном только одну то что на серверах которые были установлены не табилу вот в основных сам я вроде бы создавал но это был один раз чем я по факту игру изучаю может так сказать контент который превышает киркотопор и изучая может так сказать сейчас с нуля ну не только киркотопор я и метеоритный металл добывал и даже этот был увидел как они эти метеориты падают конечно прикольно там там была эта типа вышка на я забираешь на каком сервере и там на ней смотришь как очень прикольно было на серверах всегда идет своя атмосфера на всех серверах всегда идет своя атмосфера истная проблема что на серверах почему я не люблю играть здесь я установил на паузу и пошел отдохнул установила паузу и на следующий день до записал серию допустим через час через два там отошел случился сервер он не ждет и это основная проблема то есть именно для записи удобнее локалка и вот так за разговорами туда-сюда я прибыл в то место куда мне нужно куча болтовни ничего как говорится на нужного не сказал но зато рассказал о грядущих планах есть не ошибаюсь он здесь внутри этого здания а вот эти призраки мне не нравится есть лифи правильно помню я правильно помню они жесткие а подожди они тут везде вот же это человек назад гибельные курганы они тут везде а ну хотя чё подожди у меня же есть хорошая штука и да они вроде бы этот скверну накидывают а хотя вроде бы все скелет скверну накидывают тварь это даже не скелета тварь ол ел 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 порошок ведьмого огня хук прикол да они накидывают нужно обязательно домой тусить чтобы так сказать отличиться от этого почти попал мне нас двух ударов это кайф с двух ударов это однозначный кайф отлично и еще порошка добыл я не против меховые рукавицы а чё я там еще под лутался с них а ну видать то что уже и так было сталь по идее до этому дал да вот стальной брусок 28 разрывные холмы так мою метку можно отсюда убрать по наставит этих меток дебильных потом так зашел один как-то такой ничего не увидел и ушел еще бы кто-нибудь выбрал бы с собой факел вообще был бы красавчиком станем здесь ну естественно ждем утра короче на фиг все кстати а если в колуном их залутать то протухшее мясо лутается в большом количестве прикол я думаю чё блин мне это время зарытать я же их ночью вижу вижу вот и буду их лутать сейчас покажу так берем колон и хоп а вот а сейчас еще и огонечка лутался вот эта фигня короче и ёпт твою закаленный стальной топор ты посмотри-ка не тут уже что-то поинтереснее выпало нифига не видно просто пемень глаз выкали ужас вижу какой-то костер а здесь интересно кто так на всякий случай лучше вооружиться у брага и боец запад здесь обращаются в народ ну понятно это просто обычная пациент мухоморчик просто бегал собирался на другу прикольно костер так есть чем поживиться нет ладно пошел обратно подожди багровый лотос интересненько но вроде как просвело и погнали по домикам смотреть где-то они должны быть внутри внутри где-то в какого-то из домиков должен быть в центре сушь по ходу дела в этом домике реально он ну-ка охотник за реликвиями вот они они кстати они очень жесткие поджигатель недоделанный отлично хочу мне здесь нравится фармить вот с такой у нас такой пушка мне нравится фармить когда скелеты вздыхают с двух ударов это прям вообще огонь я просто с них вот это залутал кстати да еще один кирка топор залутал так вот это выкинуть где тут серп у меня стальной серп залутал ну как бы может из-за того что он в огне стоял из-за этого он дурачок сдох не исключено так а да это был лучник все нормас вот ты своей башкой конечно пи весь обзор перекрыл это конечно красава ты шок себе попали так давай братан посмотрим ты вообще у нас кто а так могу их было бы как 4 а я назвался если будут дебилы бы не пытались меня поджечь хотя а погоди ах ты собака о стрелу можем подобрать прикол это ладно ай ты подстава а погоди а это чё а это этот как он помер так он валяется здесь погоди 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 чупак да твою мать да погоди ты я понять не могу в вот имбецил хотя ладно нормас давай ну все я поход делал надолго если по дереву их особенно бить не буду вообще будет огонь если чё у меня вообще в дереве забагался то есть у меня просто еще забагался он по ходу дела пытается убежать назад а труп который он собственно убил и дерево не дают ему это сделать афигеть вот этот халява погонщик погнали погонщик погоди так главное запомнить около дерева и давай сразу же возьмем вот это сюда видишь он что-то внутри здания как-то не отображалась а кто это вот лучник боец коп дурной отлично немножечко подлутаем хотя не погоди надо вот так вот косточки косточки хоп-хоп дожди трупик и немножечко пролутались все получилось конечно намного лучше чем я думал так он куда-то он где-то здесь должен быть здесь реально пару сантиметров отходишь они отваливаются сразу же ну в смысле исчезают проваливаются потом опять отойдешь придешь они опять появляются и вот надо попасть в какой-то вот это пиксель долбаный так куда убрать чтобы его поймать так нет я его не зацепил точно ладно попробуем найти этот пиксель короче уже по новой стали появляться и вот про что я хочу вам сказать сейчас вот еще раз попробуем я специально отошел подальше вернулся никого лучше смотрите вот где-то здесь есть и в помахать он не должен прям конкретно под текстуру уходить у него исчезает именно вот это вот а сама моделька моделька исчезает не должен же был задеспавниться прям конкретно хотя может здесь текстура другая нежели там нежели там где я был обычно ну походу дело другая текстурка одни проваливаются глубже потому что у меня сколько раз там было по пусом место побежь побежь хоба убил ну ладно фиг с ним самое главное что они спавнятся по новой это хорошо можно немножечко еще пофармить самое главное это под удар нужного ох ты ж ничего так я ему просадил тихо 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 нифига себе тихо 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 подожди не спеши вот ты выходи вот отлично ну того я за это читер он ожидал оглушил О, кстати, можно еще подлутаться. Будем не читерно томить, да? О-о-о. А не читерно он больно бьет. Ну, мне-то пофигу на это дело. Он дебил. Ну ты посмотри. Он прям просто любит где-нибудь багаться, по ходу дела. Он просто встал на ящик и такой... Ну хорошо, оглушай меня. Кстати, может из-за этого он тогда и исчез? Что это? Ну то, что он забагался, типа из-за этого может он исчез. Он может телепортнулся в другое место, типа и все в таком духе. После того, как я немножко отошел. Без бага оглушу тогда. Ну хорошо, без бага, так без бага, но... Кстати, косточки. Ну что? Ты? Без сознания? Поимка? Теперь погнали. Кстати. Косточки. Хе-хе-хе-хе. Ну-ка посмотрим, вылезет он сейчас, не вылезет. О, все, отлично вылез. Козел. А тот же проснется потом, там их два будет. Он назад вернется. У меня уже такое было не раз. Ну все, погнали до дома. Да уж, не повезло, так не повезло. Персонаж бежал. И без того, чтобы перепрыгнуть, он зацепился немножечко за камешек. И по нему стал лезть. То есть, вместо того, чтобы запрыгнуть просто. Ну, а когда ты лезешь, сразу же веревка отцепляется. Полпути было проделано. Сейчас еще обратно полпути. Как говорится, оглушить-то не проблема. А вот притащить до дома издалека, это проблема. Кстати, у меня никогда такой проблемы не было. Может, я маршруты как-то аккуратнее выбирал. Но здесь я реально просто подпрыгнул, и он за камешек зацепился, и сразу отцепился. То есть, то, на что он должен был... А, ну вот, что-то типа того. То есть, то, на что он должен был вот так запрыгнуть, он просто посчитал, что надо за это зацепиться. Вот что-то типа того и получилось. Лучше вообще прыжок не жмите. Ну и вон нафиг. Вот когда вот так вот бежите с рабом, лучше вообще прыжок не жать. Вот прям, прям даже по прямой лучше не рисковать. Ну и вон нафиг. Статуи мечей. Я и забыл про них. Я не знаю, нужно ли что-то здесь будет сделать. Не нужно. Честно, я до этого вообще контента не доходил. О-о-о, добрый вечер. Вот. Я думал, мне какая-то что-то с памятью моей стало, и мне показалось, что здесь что-то такое есть. Нифига. Мне не казалось. Не-не-не-не, братан, давай, короче, без этого, что-то твои размашистые удары меня достают везде. Ой-ой-ой-ой. Давай, короче, как-нибудь без меня. Круг мечей, точно. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Огребся, конечно, по полной. Где мои повязочки? Ты до сих пор бежишь за мной? Но ты неугомонный. Кстати, ты вообще кто у нас? Твою мать. Нет, даже пытаться близко подойти пока не могу. У него такие размашистые удары, что он просто везде меня достанет. Ты, конечно, весельчак. Ты мне нравишься, но давай лучше не сейчас. Ой. Сейчас он так и будет держать, пока он где-нибудь не отстанет меня. О, всё, отлично. Офигеть. Прикольный, прикольный. Хорошо, когда вот так здоровый. У тебя ту его куча, и ты можешь позволить себе немножечко вот так повеселиться. Уф. Уф. Жёстко. Чуваку сзади, конечно, очень весело. Он там все камни собрал. Все булыжники. Отходу он только не падал. Какие сальто он только уже еще не крутил. Просто все, что можно. Сейчас так. Лопайся об камень. Хе-хе-хе. Ох, веселуха еще там. Но до дома я почти дошел. Один раз, конечно, додумался прыгнуть. Ну, естественно, прыгнул я, зацепился за камешек. Благо, он не упал в текстуру. И все получило замечательно. А сейчас, самое главное, сколько он будет томиться. Это что-то мне подсказывает, будет очень долго. Хе-хе-хе. Вот благодаря вот этому, вроде бы, в Стали Палача появится дополнительная, если не ошибаюсь, цепь. О, погнали. Чувак, ты чё? Жаль, конечно, время вот не показывают, сколько это будет. Но мы увидим, что очень сильно долго. Ну, то есть я за это время успею много чего сделать в целом. Не только в игре. Но зато, благодаря нему, все будет настолько быстро, что ух. Ну, если бы не было даже вот этого первого левла, было бы все еще намного хуже. Эээ, уж. Ладно, ждем. Лететь, щекотомить пока что... Точнее, это оглушать пока что нет смысла, потому что в колесо боли влазит только один. Ладно, ждем. Ну, у меня было много мяса, я решил закинуть ему мясо, думаю, ну, мало ли, поможет. в общем вот это я сходил подлутал вот это он еще притомился ну металла много не бывает только инвентарь жаль забитый уже но металла много не бывает не знаю он очень долго томиться такое ощущение что вторую ходку успею сделать это долго но вроде бы еще у меня какие-никакие риты стоят на оттомление это хоть что-то хорошее честно я сомневаюсь что они настоят счету как-то все равно долго прям долго все но пофигу в этом и есть игра часть игры отличненько и кстати пока я бегал туда сюда и топовый раб здесь стоит пока я бегал туда-сюда я понял почему я не хочу все-таки здесь я присматривал время время от времени присматривал построиться где что где как но я понял почему я здесь не хочу строиться однозначно я здесь не хочу строиться это долбаный дождь это просто долбаный нескончаемый дождь не из-за этого не хочу здесь строится даже близко кататься я лучше в том месте где я тусую там песчаные бури недалеко дамьяна не достает так что все хорошо в этом плане то есть я только за ладно погнали попробовать литейщикам мутить их здесь уже точно нужно заходить с двух ног на зачистку это прям однозначно кстати ты вот и тоже вот шкуру лутаешь отлично на мелкая речь убрал колон я понял что я мясо и так добывают дофига я вообще не знаю зачем мне колон нужен если честно надо вообще посмотреть для чего он на что он дает в целом так он находится вот здесь в центре и у здесь что около около башенки давай посмотрим около башенки так ладно трупы защищать не будем бог с ними около башенки должен быть вот где-то здесь литейщик 2 левла вот ней кузнец 1 лава то есть как бы вот вот здесь это литейщик спавнится отлично заходим с двух ног надеюсь все таки он не задеспавнился вот честно я прям только на это сейчас и надеюсь байт 2 2 2 подожди я сундучки тырил муж кто-то вот начинаешь то так отличником это дубина просто что-то с чем-то ты дубина же же зал неважно кстати какой там пса не сероватый камень из которого можно выполнить железо понятно боевая дубина но все-таки любит на посвященная хуну ману все легко и просто просто великий хунман дал благословение этой дубине так где у меня повязки теперь повязки суда отличным живы будем не попрем на возьмем домик может есть еще еще по лутицкому у меня его много но много глутин не бывает в эти зайти нельзя только в сундучки у плача так кто-то в домике сидит кто-то сейчас из домика выбежит не факт еще вот эти могут быстрее на меня напасть подожди это летельщик уже есть сейчас делаем по-другому рам парам пам пара пара пам сколько много хлама у меня тут там нет это боец не издалека показалось но тоже хорошо лично и вот так минус двое жрец эмира добрый вечер но ты мне пока не нужен интересно что-то серый тут делал жрец эмира кстати и мир же никому не отвечает своей волей и типа ему пофигу поклоняешься ты ему или нет вроде бы он колдун отлично опача волчок а синяя шаль подожди-то ты кто воин что ли погоди слушай я без понятия кто ты но синяя шаль мне это уже интересно о тоже забагалась кайф а можете все так забагаться папа пожалуйста пожалуйста так сделаем заход новый пофигу у меня тут синяя шаль на выходе так 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 а где у нас выход выход у нас там нифига выход у нас там на спальник ориентируйся дебил так они нифига давай лучше выйдем как зашел холодец у них конечно кайфовый там просто тупо это трава растет внутри вот это уже интересно я не знаю что за синяя шаль и все все ну-ка как-то там еще синяя шаль ну да я без понятия какая-то провидится пуча будет я не против а ну да у меня сейчас нормально же надсмотрчик по идее все должно быть ладенько быстренько хочу защита а это типа жрец ну прикольно ищет какой-то у него типу у нее окей давай подруга крути колесо а ты давай помогай учетом быстренько хоть надеюсь будет идти я надеюсь что я сейчас лететь как приду и у меня все будет огонь ну да слушай нормально быстренько тикает сейчас надо отхиляться и можно обратно выдвигаться по тому же пути в центр и по новому все зачищать значит заспавниться кстати опять выпала карта и опять то же самое место интересно но туда все равно обязательно нужно будет посетить нужно будет выполнять ачивку с колдуном и обязательно туда посетю очень искал сейчас в инвентаре у себя я уже и забыл залез в инвентарь и забыл зачем залез потому что увидел записку записку карту и так далее короче ладно погнали а теперь у меня здесь какой-то погонщик есть чё за нафиг ну тот похолодил все таки за диспавнился летящих такое ощущение что он за диспавнился тоже здесь какая-то жрица именно я погонщик появился погонщик по идее это это ну вот за которым я собственно бегал так за так 9 по ходу дела это он похоти делся надо буду его превращать вариантов то и немного а так потихонечку хожу развлекаюсь лутаем всякое с этой дубиной это это прям развлечение вот прям потихонечку не торопясь цепь дубины с этими характеристиками реально боец и дожди-ка это кожевник во дожди не ты это чё кошку умудрился залутать себе зачем-то ого бараны вы чё отборзели что ли боевые бараны мать вашу подожди ты а вот летящих 2 ну точно за диспавнился тихо главное именно вы случайно не жахнуть да подожди ты видишь жрецы мира ну ты-то чё опана а нифига себе а вообще-то я попал а вот теперь ты вообще-то попал ла ну вроде как разобрались со всеми погонщик не ну по идее погонщик это либо тот который с этими с животными тусуются ну либо что логично к этой игре так как в зверинец он не нужен вроде бы не нужен был здесь этот подсмотрщик по идее погонщик надсмотрщик это одно и то же ну я по крайней мере так думаю погонщик давай смотреть так только сначала весь лут полутонем нифига с них интересного не шкуру рук сидела в общем обычный барат 0 литейщика здесь нету но одно радует то что я ухожу до своей кибитки и и они это по новой спавница это очень удобно но пока бегал уже все огонь ты ну да точно это еще один ну все равно так и так я собирался ставить два колеса боли но обидно то что я вот за этим бегал вот сюда а этот залутался здесь ну ладно зато есть провидится уже и 2 это вообще не пошел с двумя литейщиками камон ничего мелкого лэву хоть и при металла вы тоже бы литейщик не не помешали но мне так и так на дофига литейщиков там дофига надо литейщиков чистка скоро чистка скоро нужно строить здание нужно строить много этих производственных помещений и так далее ужас ужас кстати мне пришла одна мысль в голову если здесь около входа спавнится литейщик что есть попробовать бегать не зачищать всю территорию а зачищать чисто вот этих ну кстати кузнец 3 литейщик 3 норм тема давай попробуем сейчас бегу я обратно и до дома так на входе заспавнились ого ваншот всегда вот так а тут задал будет а у меня берсерк включился поэтому и ваншот а я не против 300 хп это еще нормас а уже берсерк врубился так лутаемся вот литейщик 3 кузнец 1 ну видите да другие суши в этом есть однозначный смысл нежели зачищать пол деревни пытаясь дойти до центра единственное главное аккуратнее тусить или все-таки ходить до центра да уж зато именной повар появился че ты у меня вообще иду за одним а по факту а по факту куча всего нужного ненужного но не ладно повар то нужен но блин я щас за литейщиком пришел он он не спавнится сейчас он вот-вот-вот не спавнится сейчас вообще поэтому не знаю что делать не ну повар то это тоже хорошо но литейщик было бы лучше а лучше два лучше 3 а лучше 4 но повар тоже хорошо рекорд хлебопек кузнец любит вот они вылазить так хлебопек идет сейчас домой вновь дом недостаточно места для я уперся в количество охренеть я даже не знал что здесь такое может быть прикиньте я реально не знал что здесь такое может быть офигеть так но эти свитки так это карта записка офигеть вот это прикол я реально этого не знал что здесь рано или поздно упрешься в количество то есть не по весу а именно в количество нет у меня то есть что выкинуть о готова вкусно рыба стрелы из закаленной стали нифига себе какие мажоры отлично офигеть ну ты посмотри надсмотрщик просто именной надсмотрщик опять да ёб твою ж за ногу а ну ты серьезно ох вы как вы бесите а а когда я пришел здесь был литейщик и я ушел за надсмотрщиком ну помните вот это прикол игра тролли нам блин ой-вэй так а ты случаем нет и кузнец жаль нифига себе я почти я ваншотнул а нужно мне третий надсмотрщик а если только поменять на более красивого типа типа я теперь могу выпендриваться выбирать да да какая штупость серьезно волк просто загрыз ватафак это их не волк понимаешь в чем прикол я теперь понял почему тогда тот защитник помер на пустом месте офигеть не ну не ну мне теперь жалко что померла я хотел повыпендриваться выбирать какого мне лучше надсмотрщик оставить красивого менее красивого а м микрофон дунул блин сколько всякого говна у меня господи прости давайте все пауки двое что ли вино использовать и сразу так и все по голове а опять я в микрофон дую вроде бы на месте стоит хилки заканчиваются и время у серии а хри нить заспавлился литейчик если вкратце то я потратил наверное около часа реального времени может и больше я уже не знаю не больше больше уже точно больше и суть в чем не обязательно их убивать но можно просто выйти и обратно зайти в этой деревне это работает они перед заспавниваются кто бы знал и вот здесь в третейшек у меня заспавнился то есть вот ну и у меня сейчас там вообще тусует алхимик то есть я пробежался в ту деревню смотрю тут третий алхимик алхимик третьего левела третьего тира и я думаю ну почему бы нет взял алхимика ну конечно у меня не только алхимик в том плане что какие изменения за вот этот период произошли и почему именно у меня времени прошло точно уж не час сейчас я его оглушу и вам покажу так хватаем тебя это убираем пробежимся по базе а чё толку то пробежимся по базе они же сразу за диспавлиться и сейчас я вам покажу какой какие какие изменения случились у меня на базе я не выдержал я построил стол разборщика для того чтобы построить стол разборщика нужно про смолистые доски или как там про смоленые доски в общем короче у меня теперь стоит печка у меня тут стоит сушильня у меня стоит верстак плотника так чувак заходи не стесняйся вот и верстак разборника в целом я не против то есть всякой фигне мне тут падает не кисло это конечно говно полное ну то есть с него мне только там чуть-чуть меха дропается а вот это все штука хорошего стальной нож с корняка мне выпал неплохо а где мой железный от можно разобрать в общем не кисло так у меня и закаленная сталь появилась и стальные бруски это все у меня именно с разбора к примеру вот у меня вот их так это у меня хуже то есть их я могу разобрать и получу вот 38 закаленной стали у меня сейчас и я получу энное количество закаленной стали сколько десять ни хрена себе десятку я закаленной стали получаю из-за ниоткуда просто из-за того что я здесь сейчас бегал пытался найти себе мать его за ногу летейщика а это еще и не последний я уже просто отчаялся сейчас и бегал типа ну думаю ну чё пускай хотя бы алхимик будет третий левел тем более думаю ну все хоть что-то для начала почему бы нет и тут бах на тебя летейщик появился ну в общем такая вот веселуха я бы так сказал эм что могу сказать мне еще нужно будет искать минимум одного лучше двоих это я уже сделал за кадром миссию свою я выполнил летейщик вот он летейщик и он умелец я надеюсь ты мне поможешь в моем так сказать нелегком деле ну а я на этом уже с вами буду пожалуй прощаться говорит всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайк и комментируйте делиться моим видео со своими друзьями на этом все всем удачи всем счастливого добраться пока пока